Всем привет! В этом видео будет тест Джерд Вайбрана Туби Юниверс. Все детали вот здесь вот, ой, извиняюсь, крутятся, то есть крышка крутится, шасси крутятся и драйвер сам крутится. Защитный бейблейд полностью, также он довольно тяжеленький от компании Флейм все детали. Давайте тест. Первый бой против Брэй Валькири. Наш Вайбран и Валя. Вау! Хорошее отражение от Вайбрана. Вот прям хорошо от шасси вроде батареи. Вау! Мощно! Хорошая сборка, мне нравится. Конечно, безусловно, ее победить можно. Даже Валькири. Но она сейчас... Вау! Что? Валькири взорвал, камон! Ну, это, скорее всего, из-за того, что у меня уже тут челсочки стерты, видите, да? Ну, тут понятно. А, ну, их практически нету, Валякири. Ну, ладно. Следующий бой против, давайте, защитного Зент Люцифер. Думаю, Зент там будет не так просто, потому что Зент тоже, кстати, может вращаться. Но его сначала нужно разобрать. Забрать его, это вам не в сумму крыло. Думаю, Валька не сможет его разобрать, потому что, камон, у него все крутится. Вариант Умки. Буджета все крутит. И, соответственно, что? Он никак не может принести особо мощный удар. Да. То есть, защитные бейблэйды все обладают самой слабой атакой из всех типов. Но при этом хорошая защита и средний принос. Зенда, вроде, погибает. Круто. Давайте теперь против Зенда также. Но. Но. Мы запишем Зенда вторую. Потому что, хотя он один разобрал Зенду. Ничего себе. Давайте еще раз. Три-два-нет-те. Тверк. Три-два-нет-те. Опа. Хорошо. Так. Кто-то видит у нас в этом противостоянии. Конечно, у Токар Томи. У Токар Томи все лучше. Поэтому защита у моего Вайвера не такая мощная, как у Токар Томи. Кстати, в Зенду сложно сражаться против этого Вайвера. Что удивительно, потому что в обычной комплектации, ну как удивительно, потому что в обычной комплектации Зенда побеждает. Ой, Джет. Когда Джет в обычной комплектации, вариант его уделывает. И Джет побеждает. Ха. Круто, круто. Следующий бой против выносливого Миражика Фафнира. Сейчас запустим слабенько и проверим эту сборку на сражение с левой стороной и сражение против замедленного сражения. Пока эта сборка заряжается в Миражика Фафнира. Ну, что понятно, да? Но по идее не должна, потому что она крутится, но она заряжает. Поэтому вот, в этом минус вообще вращений. Ну, вернее, не минус, а иногда это может как бы не срабатывать против Фафнирчика. У меня любитая замедленная. Ладно, перезаписывать не буду, потому что все с первого дубля. Так. И у нас противостояние в центре Ринга. И, наверное, кто победит, вообще не знает, кто победит. И у нас противостояние. Кто? Кто же? Кто же? Фафнир или Джет? Защита левой. И Джет побеждает Мираж Фафнира. Теперь бой против Спрайзена, который в Ворн. Вперед. У них одинаковый Спрайзен от Токаратоми. Кстати, хорошо он сейчас отаквал Спрайзена. Ну, как хорошо? Ну, в контакте у него. И я не знаю, работает ли вообще хоть что-то против Айверена. Сможет ли его кто-то победить. Пока никто его не может одолеть. Думаю, что, в принципе, его сможет одолеть кто-то-кто-кто-кто. Но, сейчас посмотрим. То есть, давайте, если Спрайзен сейчас проиграет. А он может проиграть, кстати. Это удивительно, довольно. Спрайзен, если он проиграет Вайверена, это будет прикольно. Поэтому берите, если... Так, 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 так. И Спрайзен, и Спрайзен побеждает или выиграет. Выиграет или проиграет. Ну, ну, падает уже хоть кто-нибудь. Ну, почти. Ну, Спрайзен не победим. Ну, понятно. Не разобранно. Так, давайте против... Инфинити Ахиллес. Тебе... Так, и... Нападает кто-то не может. Фу. И Инфинити, типа... Блин, я не знаю. Его никто не может отдалить, кроме Спрайзен. Блин, прикольно. Давайте против Спрайзен последний бой сыграем. Потому что ему что-то непонятно. Вайверен, победил. Ха. Сеха уделывает. Я удивляюсь, что он Валькирию победил. То есть, если Зенда и вариант... Ой. Зенда и Фафнера еще можно как-то, да? То есть, у Фафнера, потому что там... Левосохроний Фафнер. И у него более выносовый драйв. У Джета. У Джета более выносовый драйв. Ну, как более выносовый? В противоположную сторону. В одну же сторону, Юнит не так выносовый, как у нас. И у нас побеждает в этом противостоянии. Мне кажется, что, в принципе, Джет крутится мощнее. Но! Спрайзен может повлиять на выносы таких бюджетов. Не знаю как, но он может. Он способный парень. Если он Спрайзен сейчас победит... Ну, я не знаю. Ну, с вас... С вас... Короче, Спрайзен повержен. Со второго раза, но повержен. Возможно, я же это просто... Инфинити повержен. Синент повержен. Мираж повержен. Брейв повержен. Следующее... Следующее видео будет со сборкой Дэдсайзера. Вот такой вот. Это спойлер. Также напишите в комменты, кто живет в Новосибирске. Бейден, знаете, канал нет? Вот. Он живет в Новосибирске. И, как бы, тоже YouTube-канал. Он... Мы с ним, короче, друзья. Вот. Поэтому пишите в комменты, кто живет в Новосибирске. Я передам Бейдену. И вы, возможно, встретитесь. Попадете в его ролик. Ну, и, возможно, попадете в мой. То есть, он не так... Короче. Попадете в его ролик. В мой, скорее всего, нет. Потому что я живу не в Новосибирске. Я живу рядом с ним. Но живу не в нем. Вот. Также не забудьте подписаться на мой лайв-канал, не забудьте подписаться на что? На остальные каналы, ну и как бы на мой инсту, можете зайти на группу ВК, на мой ВК. Ладно, хватит с вас подписчиков. Всем удачи, всем пока, до скорого, увидимся в новых видео. Вот такая вот сборка была сегодня в ролике. Пока-пока.